Студенческая сборная Одесской области выиграла всеукраинскую универсиаду по регби-7. В масштабном турнире приняли участие 9 областей нашей страны, а прошел он на стадионе «Спартак». В финале одесситы уверенно победили Хмельницкий. Подробности соревнований в нашем сюжете. Взяли реванш! В финале прошлого розыгрыша всеукраинской универсиады по регби-7 в 2017 году сборная Одесской области уступила команде Хмельницкого на их поле. Теперь же в родных стенах эти команды снова сошли с решающим противостоянием. Одесситы разгромили соперников со счетом 38-12. В составе победителей выступали игрок команды «Наутилус» Одесской юрокадемии Александр Рева, а также курсанты морского училища юрокадемии Павел Бабич и Никита Митин. Финальные матчи это всегда такой кипиш, всегда такой ажиотаж эмоций. Ну, получилось все классно, позитивно. И такую техническую игру сделали, думаю, на уровне. Думаю, это будет приятно. Она нас поддержит в этом, что мы играем за юрокадемию, за соучилище. Думаю, как-то хорошо будет. Эти соревнования очень хорошо показывают профессиональный уровень общей команды. Они сплочают города, можно сказать, университеты. Все студенты очень хорошо между собой знакомы. Мы поднимаем профессиональный уровень и, в принципе, уровень регби в Украине. Организация прошла на высшем уровне. Сергей Васильевич Кивалов очень сопутствует тому, что в развитии регби в Одессе и в Украине целиком у нас есть большие спорткомплексы, спортивные базы, которые помогают тренироваться, развивать и приглашать новых студентов, игроков к нам в команду. Очень приятно всегда играть в Одессе. Солнечный город, хорошие эмоции. А по турниру в первый день сыграли три игры. Конечно, первый день было полегче, чем во второй, и финал оказался реально достойный. Команда Одессы была сильнее, чем мы, и они это доказали на поле. Церемонию награждения победителей и призеров турнира проводили президент Одесской евроакадемии, народный депутат Украины Сергей Кивалов и вице-президент всейукраинской федерации регби Владислав Булгаков. Вот сегодня и представители профессионально-технического училища разных факультетов составляют костяк сборной команды области по регби. Я хочу, чтобы такие редкие виды спорта по сравнению с другими, как регби, развивалось в нашем городе. И мы для этого создаем все условия. Я думаю, что так и будет. Третье место досталось команде Харькова, которая также с крупным счетом обыграла Львовян 25-5. Турнир прошел отлично. Хорошее проведение этого турнира. Все средства были, как бы, все было. Погода позволяла играть. И парни, которые приехали из других городов тоже, те, которые даже дебютировали, молодцы. Как бы мы только за продвижение регби. Главной экзотикой турнира стала команда Сумской области, которая полностью была представлена африканскими студентами. Одесса стала центром развития регби-сем в Украине. Только за последний год в городе состоялись такие масштабные события, как финал Высшей лиги чемпионата Украины по этому виду спорта. Победила команда Одесской юрокадемии «Наутилус», финал студенческого кубка по регби-сем, соревнования молодежной студенческой лиги, товарищеский турнир между командой моряки, морского училища юрокадемии и командой, представившей военно-морские силы Великобритании. Федерация, как таковая, работает плодотворно в этом направлении. Детский спорт, студенческий спорт очень высоко развит в этом направлении. Конечно, в совокупности с работой и помощью студенческой спилки нашей, которую возглавляет Сергей Васильевич Кивалов. Традиционно всегда отмечаем поддержку Сергея Васильевича Кивалова, потому что очень важно чувствовать плечо руководителя, наставника, который разрешает и всегда участвует в процессе развития вне урочного времени как личности, становления ребят. Добавим, что в чемпионате Европы по классическому регби-15, который на прошлых выходных проходил в Одессе, национальная сборная Украины с многими участниками Всеукраинской универсиады в составе одержала победу над Швецией. По итогам турнира будет составлена студенческая сборная Украины, которая выступит на Всемирной универсиаде в августе в Неаполе.